Говорить о нем был, язык не поворачивается ни у кого. Для всех он еще живой, полный энергии, идей. Человек, который ведет за собой, всегда с оптимизмом и любовью, смотрящий в будущее. Да и в настоящее тоже. Буквально три недели назад он забегал в кардиодиспансер. Все было нормально, ничто не предвещало. И вот как гром среди ясного неба, такая нелепая смерть. Непонятно за что. Большое спасибо, Лев Борисович. В 1990-м Лев Борисович с единомышленниками провел первый в Советском Союзе фестиваль воздухоплавания. 26 экипажей из Европы и один из Москвы приняли участие. Тогда сам Лев Борисович еще не был пилотом. Это уже впоследствии небо России станет визитной карточкой нашего региона. А семья Мавриных – целой династией воздухоплавателей. Бережно относясь к истории своей родины, Лев Борисович организовал события так, чтобы приурочить их к важным историческим датам. Через воздухоплавание он пытался донести вечные истины и ценности. Он летал над Европой, Ираком, Арменией, Северной Америкой и Северным полюсом. Над всеми континентами, кроме Австралии, летал Лев Борисович на воздушном шаре. Но по его собственному признанию, самые яркие впечатления о земле он получил, летая именно над Рязанью. Мы должны понимать, что мы не потеряли человека. Человек живет в своих деяниях, в том, что он оставил на этой земле, в том, что он успел сделать. Поэтому сегодня, дорогой Лев Борисович, мы говорим, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы так ярко прожили свою жизнь, спасибо за то, что вы увлекли рязанцев небом. Не был. Неутомимый исследователь и творец. Лев Борисович отправился в свой самый последний и самый высокий полет. Его последним желанием было остаться в небе. И родственники наказ выполнят. Его прах развеют над Рязанской областью.